МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти крохи через несколько месяцев станут не только в два раза больше. Они превратятся в серьёзных помощников МВД. Каждого поставят на довольствие, выдадут спецснаряжение и определят к напарнику, полицейскому кинологу. И начнётся большая работа по борьбе с преступностью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В кинологическом центре Республиканского МВД тренировки собак проходят ежедневно. Навыки оттачивает пара, кинолог и пёс. Это тандем. От дружбы и взаимопонимания зависит всё. Нет, да? Что? Андрей и его Ганс работают вместе уже 10 месяцев. Чистопородный немец готовится заступить на службу следопыта. Разыскной пёс каждый день тренируется искать преступников по запаху. Успех собаки зависит от знаний и опыта человека. Кинолог Кузьмин уже 14 лет в профессии. А начиналось всё в армии, служил на русско-китайской границе. Сначала думал, что собак не любит, но оказалось ошибся. К четвероногому напарнику-пограничнику очень привязался. Собственные службы, конечно, на границе. Жалко было оставлять собаку. Хотел выкупить, но не дали. Ну и к этим тоже очень-очень привязался. А как долго вы её дрессировали? С дня рождения щенка уже идёт дрессировка, идёт воспитание. Своего кинолога собака слушает беспрекословно. И если надо, даже ухом не поведёт на призывы постороннего. Это важное умение. Ведь работать четвероногому полицейскому приходится в условиях города. Люди, транспорт, другие животные. Сохранять выдержку и быть сосредоточенным на полученном задании могут не все, даже самые умные собаки. Чтобы в рядах кудмуртской полиции были только профи, наши кинологи постепенно отказываются от закупки щенков и уже два года сами занимаются разведением высокоэффективных помощников. Отбор родителей идёт очень серьёзный. У закупных собак очень сложно отследить рабочее качество собак. А рабочее качество, они передаются по наследству. Все наши собаки имеют активно оборонительный характер. То есть психика очень устойчивая собак. Мы подбираем пары не только у нас в Удмуртии. Мы ездим непосредственно на соревнования, на сборы, где подбираем именно по качествам тех пары, которые необходимы. А начиналась кинологическая служба России 110 лет назад. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли первый российский питомник для дрессировки полицейских собак. На курсы было принято 20 сотрудников и столько же их будущих питомцев. В Удмуртии, согласно документам, первая собака-кинолог появилась в 1938 году. По разнарядке НКВД из Москвы в Ижевск прибыла немецкая овчарка. Но кинологи, взявшись изучить историю службы, выяснили новые подробности. Из истории очевидцев было сказано, что первая собака была применена в городе Глазов в 1926 году. Когда Глазов был столицей, там уже были кинологи. Неизвестно, что был за кинолог, но известно только из архивов, что применялась собака в 1926 году. А что она сделала? Раскрытие преступления по запаховым следам. Сегодня в кинологическом центре идет работа над первой в истории службы книгой. Готовясь к юбилею, сотрудники выяснили столько информации, что решились на писательский труд. Работали в архивах, искали фотографии и документы, опрашивали ветеранов и их родных. В итоге собрали историю кинологической службы Удмуртии. О тех, кто стоял у истоков, их переломные моменты. О легендарных сотрудниках и их не менее легендарных собаках. Шутов Петр Семенович из простой деревенской семьи. Во время его работы его собаки были самыми титулованными, потому что все раскрытые преступления чаще всего это были его. По тем временам, это 50-е годы, он получал премии больше, чем его зарплата за раскрытие преступления. Работая над книгой, кинологам впервые удалось разгадать главную загадку. Где же располагался первый питомник службы? Ведь в самом начале четвероногие сотрудники были приписаны к уголовному розыску. И специализированных мест для содержания собак не было. Сегодня кинологический центр модернизируется. Идет ремонт вольеров. МВД России выделило средства на реконструкцию ветеринарного кабинета. Здоровье полицейских собак – основа работы. Здесь будет от диспансеризации до лечения, отапливаемое помещение, соответственно, все стеллажи для хранения медпрепаратов, два операционных стола, боксы для обеззараживания инструментов, УЗИ. Перемены особенно заметны ветеранам кинологической службы. Александр Глазырин возглавил центр в сентябре 91-го, сразу после путча. Вспоминает, тяжело тогда было не только сотрудникам, доставалось и служебным собакам. Здесь стоит полевая кухня. Котлы не работают. То есть здесь бабушки наши варят кашу 5-6 часов, потом раскладывают, остужают, кормят. И в это же время опять закладывают. Но что интересно, дров не было, поэтому ходили, собирали деревяшечки, веточки. Опять же говорю, 91-й год развал Союза. Кстати, в те годы собак в центре было меньше. Тогда был норматив. Одна собака на 100 тысяч человек населения. Сегодня на службе в республиканском МВД 107 кинологов и 110 четвероногих полицейских. Предпочтительная для службы порода – овчарки, немецкие и бельгийские. Подразделения кинологического центра работают не только в столице. Отдел есть в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Можге и Уве. Из Увы и младший сержант полиции Максим Шишкин приехал со своей Элеонорой на работу в Ижевск. Новобранцы оба приняты на службу год назад. Впереди еще год на тренировку навыков. Она учится потихоньку, по сравнению с тем, что было, когда я только-только начинал. Она вообще ничего не умела. Сейчас вот в ЦКС на командировке езжу и все как-то лучше встает. До года мы их приучаем к послушанию социализации, в городских условиях, к автомобилям, в домашних условиях, транспорт. А после года уже приучаем собак к определенным направлениям, то есть наркорозыск, собаки по работе различным веществам и по поиску людей. Обязательно кинолог со своим питомцем ездит на учебу в специализированную школу, ближайшие к нам в Уфе. В этом году туда будет направлено сразу 12 кинологов из Удмуртии. Процесс обучения в школе длительный, полгода. Но тренировки не заканчиваются никогда. Сотрудники постоянно ездят на семинары и конкурсы, повышая свое мастерство, перенимая лучший опыт. Вот, например, обычные, на первый взгляд, деревянные коробки. На самом деле решают сложную задачу. Учат собаку исследовать стену. Пустая гладкая поверхность для животного неинтересна. А между тем преступники в стенах прячут взрывчатку, наркотики, оружие. Собаку учат работать не на фон, а четко дифференцировать искомый запах. Удмуртские собаки, благодаря своим кинологам, не раз спасали жизнь сотням людей в самых экстремальных условиях. Чего стоят, например, командировки на Северный Кавказ? Кинолог и его верный пес в зоне боевых действий – это первопроходцы. Там нужны самые лучшие четвероногие нюхачи, чтобы разведать дорогу и гарантировать безопасный проход целой колонии военных. Свою первую командировку Рудольф Николаев теперь вспоминает с улыбкой. Конечно, ведь вернулся оттуда со своей варной целым и невредимым и с государственной наградой. Но там было не до смеха. Командир поставил задачу – в лесу определить, куда направились боевики. Собака ни разу не видела вертолет. Когда винты машут, у собаки реакция естественная. Куда? Или поднись, или убежать с поля. Вот, приходилось мне вертолет поднимать. У собаки глаза бешеные, не понимают, где она, что ей делать, кое-как. Когда мандраж был, конечно, если за тобой отряд идет и чувствуешь свою ответственность очень большую. Первый раз пустил. У своего мандража собака тоже мандражит, тем более после вертолета. Один раз пустил. Ну, видно по поведению собаки то, что просто она осматривает местность. Отвел, выгулил, потом по сторону. Вот где-то на третий-четвертый раз, когда я убедился, что она все пошла, вот я говорю, в этом направлении. Нос, который умеет различать более четырех тысяч запахов, здорово помогает полиции. Хорошей служебной собаке для работы важен встречный ветер и, желательно, сухая погода. Хотя и дождь – не самая большая помеха. Нам проще применять собаку, когда ветер дует в нашу сторону. Собака сразу ловит фон оружия, или боеприпасов, или взрывчатых веществ. Также и по наркотическим веществам тоже делается. Тандем кинолога и собаки в полицейской службе пока заменить невозможно ничем. У одного острый нюх, у другого – способность научить животное и понимать его знаки. Поэтому для кинолога четвероногий напарник – любимый друг, который часто бывает в гостях. Серьезные полицейские собаки в большой конуре любимого напарника превращаются в ласковых питомцев. Стойко принимают ванну, а как же – гигиена прежде всего. Вот умница молоденья. Штурмовая собака, воспитанная профессионалом, аккуратно вписывается в габариты квартиры, принимает правила поведения и снисходительно даже к кошкам. А еще кинологи – постоянные участники международных спортивных соревнований. Не как атлеты, а как бдительные стражи порядка. В прошлом году на чемпионате мира по футболу кинологическая группа из Удмуртии успешно несла службу, обеспечивая безопасность тысячам болельщиков. Подготовка собак в такой интенсивной работе началась за полгода до чемпионата. Когда мы начали проверять, были, например, проблемы в чем. Собаки уставали уже на третьей, пятой машине при поиске взрывчатки. Правильная подготовка, физическая подготовка служебных собак, использование имитаторов, использование, также совместная работа с ОМОН по использованию натуральных веществ нам позволило подготовить собаки. И собаки спокойно уже, то есть через полгода, обыскивали более 70 до 100 автомобилей за раз. Как кинологи проводят обыск машины? Скажем, угон. Вот преступник, использовав чужую машину в своих целях, бросает ее в людных дворах и скрывается. А спечатков пальцев нет? Тогда на место прибывают кинологи и начинается работа с запахами. Запаховый след, который оставил подозреваемый, впитывается в тряпку. Все это происходит на протяжении 15-20 минут, после чего прием для ознакомления собаки. Запах, нужный для собаки концентрации, может сохраняться несколько недель в закрытой машине. На улице, особенно в условиях города, индивидуальный аромат человека выветривается уже через 5-6 часов, поэтому работать нужно быстро. В условиях тренировочного упражнения Гретта нашла вещдоки уже через 2 минуты. В реальной ситуации поиски могут затянуться и на сутки. Но следовые собаки ищут не только преступников. Часто кинологический центр МВД приходит на помощь сотрудникам МЧС в поиске пропавших людей. В апреле 2018-го деревенский мальчишка 10 лет потерял портфель, испугался наказания, забрел в лес и заблудился. В тот день на дежурстве был старший инспектор Егор Волков и его динар. Все, что было известно, поворот на деревню Сюзева и место, где видели мальчика последний раз. Отработка первого участка где-то около часа, потом уже стемнело. Второй участок отрабатывали в темноте. На первый взгляд мне показалось, что собака заинтересовалась каким-то мешочком. Под деревом мешок. Я посмотрел, что это поближе. Оказалось, что мальчик. Он спал. Буквально минут 10-20 мальчик уже замерз. Я у него спросил, ты когда-нибудь видел служебную собаку? Он сказал, нет. Ну вот теперь знаешь, что тебя спасла собака служебная. По статистике, за год кинологи выполняют до 500 выездов в год. Конвоируют подозреваемых в преступлении, ищут наркотики, оружие и взрывчатку, обследуют здания после звонков о минировании, ищут людей. Кинологический центр МВД высокие результаты работы не раз подтверждал наградами и призовыми местами на всероссийских конкурсах. А к своему профессиональному празднику удмуртские кинологи сочинили песню и подготовили клип, чтобы поздравить коллег и ветеранов. Мы вас приглашаем, господа и дамы, послушать короткий рассказ про порядок. А чтобы начать свой краткий рассказ, команда «Сидеть» специально для вас. Работа кинологов не так-то проста, нужно воспитать рабочего пса. Это вам не мопса на диване ласкать, тут нужно специфику всю понимать. Сегодня задержание, завтра наркота. Пропал гражданин на поиске пара. Напарнику ноги, глаза в глаза, мы поняли друг друга, работа пошла. Сегодня задержание, завтра наркота. Пропал гражданин на поиске пара. Напарнику ноги, глаза в глаза, мы поняли друг друга, работа пошла. Поздравляем!